Всем привет! Смотрите, какими способами можно передать файлы с устройства на базе Android на компьютер Mac. Как перенести фотографии, видео, музыку или документы с Android на Mac. Передача файлов между устройствами – это обычная задача, с которой мы сталкиваемся в поседневной жизни. Однако, если виноват чок, использование Mac и Android это может показаться немного сложным. В этом видео мы рассмотрим несколько простых и эффективных способов передачи файлов с Android-устройства на компьютер с macOS. Итак, первый способ передачи с помощью USB-кабеля. К примеру, при подключении смартфона с Android к Mac по USB-кабелю компьютер не увидит подключенные устройства. И передать файлы без стороннего программного обеспечения таким способом не получится. Для передачи файлов скачайте специальную программу, которая поможет macOS определить подключенные устройства. В App Store вы найдете несколько утилит для данной цели. Я же рекомендую воспользоваться программой Android File Transfer. Это бесплатное приложение, которое позволяет передавать файлы между компьютером с macOS и Android-устройствами. Скачать утилиту можно с официального сайта. На Macе откройте веб-браузер и перейдите на официальный сайт Android File Transfer. Здесь найдите раздел «Загрузки» и скачайте приложение. После завершения загрузки откройте загруженный файл и выполните установку приложения, следуя инструкциям на экране. Далее для активации передачи файлов подключите Android-устройство к Mac. Если это смартфон, выберите соответствующий режим передачи данных. Смахните панель уведомления вниз, чтобы открыть быстрые настройки. Нажмите на иконку подключения и выберите тип передачи файлов. После выполнения этих шагов, ваш Android будет готов к передаче файлов. На главном экране Mac появится новое устройство, которое можно увидеть и в Файндере. Открыв его, вы увидите содержимое вашего Android-телефона. Далее, просто скопируйте нужные файлы с Android на Mac. Второй способ передачи файлов с Android на Mac с помощью облачных серверов или мессенджеров. Для этого способа загрузите и установите приложение облачного хранилища на Android. Это может быть Google Drive, Dropbox или OneDrive. Я покажу на примере Google Drive. После установки вам достаточно отправить файл, который нужно передать на Google Диск. Выберите файл и нажмите «Передать». Выберите место назначения Google Drive. Затем на Mac откройте браузер и перейдите на сайт облачного хранилища. Войдите в свою учетную запись и скачайте файл из Google Диска на компьютер. Еще помимо облачного хранилища можно воспользоваться мессенджерами. Многие мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger и другие, позволяют передавать файлы между устройствами. Вы можете отправить файл с вашего устройства Android через мессенджер. А затем загрузить его на Mac, используя веб-версию мессенджера или другие доступные методы. Использование облачного хранилища или мессенджера предоставляет удобный способ передачи файлов между устройствами Android и Mac, без необходимости использования кабелей или дополнительных приложений. Этот метод особенно удобен для передачи небольших файлов и тех, кто предпочитает хранить свои файлы в облаке. Следующий способ передачи файлов по Bluetooth. Для данного способа вам не понадобится устанавливать дополнительные программы, достаточно только настроить Mac. На MacBook перейдите в раздел настройки, основные, общий доступ. Прокрутите появившееся меню вниз и включите тумблер рядом с Bluetooth sharing. Затем щелкните на маленьком значке I, рядом с этим пунктом, измените действия при приеме объектов на спросить меня, что делать. Это необходимо для того, чтобы никто не смог подключиться к вашему Mac по Bluetooth без вашего разрешения. Теперь Android сможет видеть ваш Mac без каких-либо проблем. Для передачи файлов выберите «Поделиться через Bluetooth» и укажите Mac как принимающее устройство. Скорость может быть не столь высокой, как во время передачи данных через Wi-Fi или AirDrop. Но если срочно нужно загрузить данные с Android смартфона на Mac, этот способ может сделать это без дополнительных приложений и кабелей. Это позволяет отображать смартфон на экране Mac и осуществлять передачу файлов в обоих направлениях. Для передачи на телефон необходимо зайти в Launchpad, другие, Bluetooth File Exchange. Выберите файл для передачи и в появившемся меню выберите нужный смартфон. Активировать эту настройку нужно только один раз, после чего о ней можно забыть. С этого момента смартфон появится на Mac, и вы сможете обмениваться файлами через Bluetooth в любом месте и в любой ситуации, даже без подключения к интернету. Еще один метод передачи по Wi-Fi. Передать файлы с Android устройства на Mac по Wi-Fi вам поможет приложение ShareMe. ShareMe – это стандартное приложение для смартфонов Xiaomi, которое ранее называлось MyDrop. Сегодня его можно поставить на любой смартфон под управлением операционной системы Android, вне зависимости от производителя. Если у вас не установлена программа, загрузите ее с PlayMarket. Затем откройте приложение. Перейдите в боковое меню. Выберите пункт «Прямая передача». Поделиться. Далее, отметьте файл, который нужно передать, и нажмите «Отправить». После чего на экране появится точка доступа. Перейдите к Mac и подключитесь к этой точке по Wi-Fi. Пароль доступа вы видите на экране телефона. Далее. После подключения введите адрес, который вы видите на экране смартфона, в адресную строку браузера Safari. После подключения в браузере появятся переданные файлы. Напротив каждого из них будет кнопка для скачивания. Для загрузки нажмите «Скачать», после чего они будут загружены на Mac. Таким образом, вы сможете передать любой файл со своего Android смартфона на компьютер с macOS. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Итак, теперь вам известны несколько способов передачи файлов с устройства на базе Android на компьютер с macOS. Обладая полной информацией о различных методах, вы можете выбрать наиболее удобный и эффективный для себя. А на этом все. Надеюсь, данное видео было полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok